Всем привет! С вами снова не первый, но и не последний московский видеоблогер. И сегодня на улице 25 ноября 2017 год. На улице сегодня, ребята, хоть ветра и нет, но очень и очень холодно. Где-то днём было в Москве минус 8, а в северных районах даже было ещё и холоднее. И несмотря ни на что, я всё равно взял себя в руки и снова поехал в гипермаркет Ашан за покупочками. Потому что там ещё продлили чёрную пятницу. То есть она вчера началась, чёрная пятница, вчера была пятница. Вот в субботу она будет продолжаться и завтра, в воскресенье тоже будет. То есть три дня, вы поняли, да? То есть 24, 25 и 26 ноября 2017 года в Ашане проходит Чёрная пятница. Там очень много было всяких скидок, различные анимации и дегустации. Поэтому кто смелый, кто храбрый, мог подойти и что-нибудь в Ашане сегодня продегустировать. Я, как правило, никогда ничего не пробую. Ну не знаю почему, потому что я так воспитан, может быть, скромно, как бы не хочу. Чё, я голодный, что ли, в принципе? Хотя, в принципе, там даже богатые люди подходили, пробовали. Например, орешки там вот были дорогие. Там и миндаль, там и ещё какие-то кишью. Ну дорогие всякие орешки. Ну вот всё, в принципе, ребята. И несмотря ни на что, я сегодня ездил снова в Ашан за покупочками. И я уже только что приехал домой. И сейчас хочу с вами поделиться, мои хорошие, своими покупочками, которые я там только что в Ашане совершил. Каждый день я трачу такие большие деньги, ребята. Всё уходит, как говорится, в говно. Ну вот, в принципе, давайте начнём с хлеба, с белого. Куда русскому человеку без белого хлеба нарезного? Вот, ребята, я купил снова таких вот, от каждого дня два батона нарезных. Вот, видите, да, здесь 400 граммов. Вот раз батон, ребята, и вот два батона. Так, цена за один батон составляет в Ашане 11 рублей 10 копеечек. Так, убираем его в сторону. Так, дальше. Так, купила я сегодня, ребята, в Ашане вот такой вот замечательный тоже спред. Называется крестьянская особая. Здесь 185 граммов. А жирность 72,5% жирности. Вот, называется крестьянская, ильинская, гостовская. Очень хорошая вещь. Вот, видите, да, очень свежая. Сделана, видите, да, 19 ноября 2017 года. Я купил одну пачку. И цена вот за эту пачку составляет 23 рубля 78 копеечек. Так, убираем ее в сторону. Так, дальше. Ребята, сегодня черная пятница. Сколько же там в Ашане было много хороших, качественных сыров. Какие там только цены не были. И по 600 рублей за килограмм сыры. И Эдам, и Моздам. Каких только не было. Всякий сыр. На любой кошелек по 700 рублей, по 800. И вот был сыр очень хороший. А называется сыр Гауда. Не просто сыр Гауда. А сыр Гауда премиум. 50% жирности. Вы представляете? И он был очень у них дорогой. Где-то больше 400 рублей за килограмм. Ближе к 500. А сегодня была черная пятница. И они на него сделали просто масштабную глобальную скидку. И цена вот за этот сыр. Замечательный Гауда премиум. В котором 50% жирности составляет цена за килограмм. По акции 250 рублей. Вы не поверите. Это вообще, да? Даром. И вот я хочу что сказать. Этот сыр изготовитель ООО. Брасовские сыры. Брянская область. Брасовский район. Поселок Локоть. Или Вакоть. Улица Дзержинского. Ну то есть, вы поняли, да? Брянский сыр. Очень хороший состав. Вообще просто изумительный. Вот такой вот сырок. И не содержит ГМО отлично. 50% жирности. Вот вы видите, да? Вообще этот сыр очень дорогой. И вот у меня. Сейчас я вам покажу. Я купил три куска больших. Самых больших. Так, вот здесь значит. Вот цена. Давайте с этого вот начнем. Так, здесь значит у меня в этом кусочке, ребята. Кстати, очень свежий. Так, в этом кусочке значит 399 граммов. Умножаем на 250 рублей за килограмм со скидкой. И получаем вот за этот кусок на 99 рублей 75 копеечек. Видите как? В два раза дешевле. В два раза. Так, дальше. И вот здесь вот так. А в этом куске у меня... Видите, он даже с дырочками. Хорош сыр. Это не сырный продукт. Это самый настоящий сыр. Так, здесь вот у меня 465 уже граммов. Умножаем на 250 и получаем вот за этот кусок на 116 рублей 25 копеечек. И вот еще кусок у меня. Здесь у меня уже 386 граммов. Так. Умножаем на 250 и получаем вот за этот кусочек на 96 рублей 50 копеечек. И видите, как я много сегодня, ребята, набрал вот такого сыра замечательного. Это сыр Гауда. Здесь очень-очень мелко все написано, поэтому камера не сфокусируется. Я потому что снимаю не в макро, а просто в обычном режиме, в штатном. Вот, видите, да? Так что завидуйте, хейтеры, завидуйте. Видите, какой сыр я буду кушать по утрам? Так что ждите обжора, ждите обжора. Я буду его кушать на камеру и вас всех дразнить, хейтеры. Вот, видите, сколько я сыра понабрал? Вот так вот. Так вот я отдал в общей сложность, так пусть даже 100, так 200, 300 рублей вот за эти 3 куска. А так бы я отдал в 3 раза больше бы. Рублей бы, наверное, 900 бы. Ну, потому что сыр действительно очень дорогой. Так. Видите, да? 3 куска вот такого сыра замечательного. Так, убираем его в сторону. Так, дальше. Там же, естественно, в Ашане я сегодня купил, ребята, майонез московский провансали. Сейчас я вам покажу. Майонез этот очень дорогой. Больше 100 рублей стоит за пачку. Пачка, правда, большая. И здесь это 750 миллилитров. В деревне он у нас очень дорого стоит. И он очень хороший. Он победил. И тут нету ни крахмала, ничего. И никаких этих самых без ГМО, без консервантов. Абсолютно 100% натуральный. Это наш московский. А московское все хорошее. Я люблю готовить. Вот. И, значит, сегодня цена по акции на него была за одну пачку, естественно, всего лишь 75 рублей 30 копеечек. А был он у них где-то 100 рублей. А в других магазинах вообще по 150, по 160 рублей. Ну вот, поняли, да? 75 рублей 30 копеечек. Одна пачка. Я купил две пачки. Умножаем и получаем вот за эти две пачки 150 рублей 60 копеечек. Вот такой вот замечательный майонез от московского провансали. Я люблю готовить. Теперь я буду это кушать и наполняться силой. Это очень полезная вещь. Очень полезная. Вот здесь даже написано. Полезные жиры московского провансали помогают усваивать жирорастворимые витамины из овощей. Вот. Видите, здесь все только натуральное самое. Так, вот две пачки я купил. Так, дальше. Там же в Ашане, естественно, я сегодня купил снова чай зеленый. Сейчас я вам покажу. Свой любимый чай я купил. Называется, ребята, чай зеленый. Жасмин. Китайский чай. Это самое. В этот раз я взял пакетированный. Вот. Посмотрите, это очень хороший чай. Очень хороший. С рвичками. Вообще он победил даже. Видите, да? Я взял три пачки. И цена вот за такой чай Ява составляет за пачку, естественно. Так. 39 рублей 57 копеечек. У меня три пачки. Умножаем и получаем. Вот за эти три пачки я отдал 118 рублей 71 копеечку. Так. Убираем их в сторону. Так что завидуйте, хейтеры. Завидуйте. Так, дальше. Очень хорошие ребята. Я сегодня купил в Ашане кетчуп. Там был это краснодарский и шашлычный. Я взял шашлычный. Вы не поверите. Целых две пачки. Вы представляете? Целых две пачки. Пакцы. Это очень хороший кетчуп. С кусочками овощей. Шашлычный. Натуральные специи. Пачка очень большая. В этой пачке масса. Вы видите, да? 500 граммов. Это очень и очень много. Так. Вот. Я купил две пачки. Кетчуп очень свежий. Так он вообще-то очень дорогой. Где-то рублей 60 стоит за пачку. А в некоторых местах даже очень еще дороже. И вот это самое я купил. Значит, видите, да? Две пачки. Так. И цена вот за эту пачку составляет по акции. Сейчас я вам скажу за такой кетчуп. 44 рубля 83 копеечки. Умножаем на две пачки. Получаем. Вот за эти две пачки я отдал всего лишь 89 рублей 60. 66 копеек. И в общей сложности здесь масса в двух пачках вместе 1 килограмм. Вот. За один килограмм я отдал всего лишь 89 рублей 66 копеечек. Так. Дальше. Так. Я сегодня, ребята, купил горошек. Не было там хорошего горошка дешевого. Был хороший горошек Green Rain. Но очень дорогой. 50 с лишним рублей. Это самое. Бандюэль очень дорогой. И вот был вот такой тоже неплохой хороший горошек. Это самый консервированный. Он это тоже из мозговых сортов высшего качества. Но только он, правда, не нежный. Но очень хороший. И вот с ключом, что радует. И очень свежий. Видите? Так. Не знаю. Видно вам? Очень свежий. И я купил, ребята, таких целых 5 банок. Вы не поверите. Целых 5 банок. Вот. Смотрите. Раз банка. Так. Два банка. Три. Вот. Три. Четыре. Четыре. И вот пять банок. Видите, да? Пять банок. Вот такого вот замечательного горошка. Так. И цена вот за этот горошек, за одну банку, естественно, составляет 38 рублей 90 копеечек. У меня здесь пять баночек. Умножаем и получаем. Эти вот пять банок мне обошлись 194 рубля 50 копеечек. Так. Убираем их в сторону. Так. Дальше. Так. Для здоровья я сегодня купил для поднятия иммунитета. Так. И для укрепления сосудов вот такое вот замечательное вино, которое называется Каберне. Вот. Посмотрите, пожалуйста. Это вино столовое, сухое, красное. Вот. В этом пакете один литр. Спирт здесь 10-12%. Вот. Очень свежий. Я купил один пакетик. Его делают в Майкопе. В Майкопе. Вот. Очень свежий. Видите? Так. Вот такое вот вино. Так. И цена вот за эту пачку составляет, естественно, так, за один пакет 144 рубля 10 копеечек. Там еще вино было, винный напиток вернее, он за литр составлял цена 89 рублей. Я такое не стал брать, потому что там все-таки как-никак винный напиток, там больше воды. А это вот настоящее хорошее престижное вино. И еще я это самое мог бы взять белое вино. Ну, белое, оно как бы не особо полезное для здоровья. А вот доктор Мясников, наш врач, говорил, именно нужно красное употреблять раз там в неделю, там или раз в две недели. Главное знать меру. Все. А в меру даже яд полезен. Запомните. Потому что не бывает продуктов ни полезных, ни вредных. То есть все продукты одинаковые. Надо просто в меру все делать. И все будет у вас тогда хорошо. Так, 144 рубля 10 копеечек. Так, убираем его в сторону. Так, дальше. И там же в Ашане я сегодня купил, ребята, вот такую вот замечательную морскую капусту. Престижную. От очень известной и очень дорогой фирмы, которая называется Доброфлот. Известна она с 1911 года. Это очень дорогая фирма, очень дорогой сават. Он даже, видите, не булькает. То есть там одна только эта капуста морская, видите, с ключом. А как право с ключом консервы не подделывают. И вот это, видите, тут все выбито. Мог бы я купить дешевле. Там сават был по 27 рублей. Но он сильно булькал. А это вот хорошее. Это очень престижная фирма. Доброфлот называется. Вы, наверное, знаете, да, эту фирму? Вот. Ну, очень дорого, очень дорогой. Очень. Вот такой вот саватик я купил сегодня. Не пожалел денег и купил одну банку. И вот цена вот за такую банку составляет в Ашане. Сейчас я вам скажу. Сават дальневосточный из морской капусты. Дорого, очень дорого. 45 рублей 10 копеечек. А мог бы я взять всего лишь за 27 рублей. Так, дальше. И там же в Ашане я сегодня купил, ребята. Вы не поверите, знаете, что? Это самый рулет куриный. На Микояне очень дорогой. А я бы вот такой взял обычный. Это самый не копченый, а классический. Вот такой вот куриный рулетик. Буду кушать по утрам. Называется так. Производитель, индивидуальный предприниматель Горбунова. А мы. Рулет оригинальный. Вареный, копченый. Вот состав мяса цыпленка, специи, чеснок, соль. Перец красный и белый. И белый. Все, никакой химии нет без ГМО. Очень свежий. Так, до 2 декабря годен. Да я его 100 раз съем. В фольге он, видите, да? Все запечатано. Здесь масса 762 грамма. Так, цена за килограмм этого рулета составляет 277. Рублей 68 копеек. Умножаем и получаем. Вот за этот батон я отдал 211 рублей 59 копеечек. Все, ребята. Вот такие вот у меня сегодня были нескромные покупочки. Итого я сегодня в Ашане потратил итоговую сумму моих покупок, которые составят оплате 1114 рублей ровно. Наличными я отдал 2000 рублей ровно. А сдачу мне дали 686 рублей ровно. И еще я 100 рублей положил на Бивайн себе на телефон. 100 рублей. Видите, сколько я сегодня? Опять денег очень много потратил. Все, ребята. На этом точно все. Не забывайте подписываться на мой канал. Будет очень много интересного видео. Все. Пока, пока, пока. Всем хорошего дня. Всем хорошего вечера. Всем хорошей доброй ночи. Все. Пока. Я вас всех люблю. Ставьте пальчики кверху. Не забывайте подписываться. И мы с вами победим. Очень будет много всяких обзоров, покупок из самых крутых магазинов. Все. Пока, ребята. Впереди самое все интересное вас ждет. Пока.